Цитоскелет клетки может быть образован несколькими типами структур. Во-первых, это микротрубочки. На верхнем изображении это вот эти вот зеленые структуры, это полые цилиндры, образованные белком-тубулином. Вот они, эти зеленые трубочки в самом срезе клетки. И здесь он, вот они, эти тубулиновые субъединицы. Ширина такой микротрубочки порядка 25 нанометров. Из всех типов цитоскелетных феноментов это самые масштабные, самые крупные, самые толстые. Какие функции выполняют? Ну, собственно, так как они самые толстые и самые прочные, то и функций у них больше, чем у других. Во-первых, они придают форму клетке и обеспечивают ей опору, прочность. Во-вторых, они образуют веретиноделение, когда происходит это самое деление. Обеспечивают расхождение хромосомы. Ну и в принципе в клетке по этим микротрубочкам движутся органеллы. То есть происходит перемещение органелл по клетке и транспорт каких-либо других веществ в клетке. Следующий важный элемент клетки это филаменты, микрофиламенты. Они могут быть актиновые, а могут быть актиновые и миозиновые вместе. Ну и в данном случае рассмотрены актиновые филаменты. Это спираль, образована она белком актином. Ну, соответственно, такие же есть миозиновые нити, их намного меньше в клетке по сравнению с актиновыми. Они образованы белком миозинов. Так, актиновые филаменты имеют диаметр порядка 7 нанометров этой цепочки. Какую функцию они выполняют? Они также перетаскивают у нас различные органоиды по внутри клетки. И также обеспечивают форму клетки и прочность клетки. И третий, последний тип структур, промежуточные филаменты. Вот они. Они встречаются не у всех типов организмов. То есть их нет в растительных клетках. И, в принципе, и в животных клетках они встречаются тоже не во всех. Почему промежуточные? Потому что по толщине они промежуточные между микротрубочками и филаментами. Ну, первоначально было между микротрубочками и миозиновыми филаментами. Ну, в любом случае, ширина промежуточных филаментов порядка 10 нанометров. Образованы могут быть эти промежуточные филаменты самыми разными белками. То есть тут все не так демократично, не так консервативно, как у микротрубочек и активных или миозиновых микрофиламентов. Разные блоки могут участвовать в создании этих структур. Какую функцию они выполняют? В основном структуру, опорную функцию, прочность обеспечивают. Все.